Господи, еще раз, к сожалению, микрофон не заметил, что не выключил, так, в общем, такие дела, у нас вторая карта, у нас вторая карта и Небалей Янг за Next Level, на первой карте у нас, напоминаю, победили Небалей Янг за счет своего прекрасного морфлинга, и Next Level нужно эту карту камбетчить во что бы то ни стало, просто из последних сил, всеми силами, и вот, наверное, вырывать ее из лап оппонента на последнем дыхании, потому что Next Level, если проигрывают эту карту, они, к сожалению, покидают наш турнир, напомню, это финал лозеров, напоминаю, это у нас Тоскап и Бо-3, вторая карта, что ж, давайте, наверное, посмотрим сейчас, что берут команды, Next Level мы видим, берут Акса и Дазла, то есть это уже какой-то более такой крепкий пик на, поглядим, что, мы видим, что у нас есть оффлейнер, мы видим, есть саппорт пятой позиции, Небалей Янг у нас берут Абадона и Вивера, такие вот сразу, знаете, классические пики для второй карты, я называю эти пики, пики отчаяния, когда команда проигрывающая, она пытается взять что-то, ну, такое, такое, казалось бы, чем трудно проиграть, и вот, по сути, правда, вот как ты проиграешь Аксом Даззлом, но Акс прыгает, он плотный, у него много брони, Даззл его берет, хилит, и эта комбина, наверное, проста как мир, но, но, как правило, как правило, ей не удается камбэкнуть по ряду объективных причин, потому что сейчас на X-Level нужно добирать много чего, да, казалось бы, есть контроль, но Акса это один колл, это контроль милишной, сейчас нужно набирать какой-то урон под это все, возможно, еще контроль рейнджевой, опять же, нет сайленсов на Вивера, то есть, чем вы здесь будете контролить Вивера, ну, одним коллом, то есть, очень-все очень спорно, мы видим, Небалей Янг пока банит таких классические баны, в первой стадии они банят Магнуса, Слардар, во второй Сларк от роля, понятно, роль бы здесь, наверное, Сларк хорошо заехали, Next Level банят, в свою очередь, оппонентом Рубика и Инвокера, наверное, от Небалей Янг, прошлые Рубики и Инвокер просто взорвали все, то есть, да, казалось бы, мы говорим, что это победа Морфлинга, который просто великолепно все сделал, но Рубик был на высочайшем уровне, Рубик в прошлой карте был на высочайшем уровне, потому что вот эти вот стенки ответные, вот эти ответные вакуумы, ответные умни слэши, молодец, одно слово, что ж, здесь, в свою очередь, Инвокер, кстати, ой, прошу прощения, да, у нас же Небалей Янг и Next Level поменялись сторонами, Next Level банят Инвокера и Рубика оппоненту, такие дела, и, а, нет, все верно, все, собственно, верно, да, они банят Инвокера и Рубика оппоненту, Ну и, что ж, Санкинг, это Санкинг, это саппорт четвертой позиции, это роумер для Next Level, опять же, Санкинга, ну, постоянно, наверное, его отправляют в бан, и если его не отправляют в бан, его берут, и Next Level хотят сейчас брать то, чем проиграть трудно, потому что если сейчас проиграют, напоминаю, они вылетают с турнира. Взять бы еще под этот весь прекрасный контроль и, по сути, жир, хороший урон, трон, тролль бы очень хорошо заходил, но вот, возможно, еще с каким-то контролем, потому что, ну, Вивер, опять же, это, наверное, Вивера оффлейн для Небалей Янг понравилось им играть, Абаддон, саппорт пятой позиции, мэйби четвертой тоже не до конца понятен, потому что Абаддон, казалось бы, часто ходит в оффлейн, поглядим, поглядим, возможно, это Дабла, Вивера, Абаддон, то есть, чтобы уничтожить Вравского керри на корню. Небалей Янг впервые, вот мы видим, затрачивают резерв тайм, теперь им нужно задуматься о саппорте пятой позиции, если, опять же, это не Абаддон, а о саппорте четвертой позиции, возможно, набрать каких-то коров. Мне здесь очень нравится Гуля против вот таких вот трудных силовиков. Да, конечно, казалось бы, надо пробивать крест Акса, но как ты пробиваешь крест Акса, если у Акса как раз, ой, крест Дазла есть и Акса как раз уже у оппонента. Гуля мне очень нравится, опять же, силовики, то есть, хило, жира, броня. Возможно, стоит добрать какую-то магию. Венга залетает саппорт пятой позиции для Небалей Янг, очень интересный пик, такой, знаете, минус армор, минус армор, аура урона, подвивера. Такое чувство Небалей Янг сейчас хотят дроу рейнджер взять, просто сейчас на рейнджеричках развалить. Вмит, в эрку и погнали. Осталось 10 секунд. Значит, Next Level, надо чем-то отвечать. Мне кажется, им нужно продолжать вот эту их тактику с Ируеми, то есть, Акс есть, Санкин кейс на врыв, что-то туда, что-то вот туда, чтобы можно было закинуть. Такое, знаете, больное, неприятное, сильное. Интересно, интересно, может быть, Свен для Next Level. Конечно, неприятно то, что у противника вот подвижный такой пик, то есть, вивера нужно ловить. Ну, у Свена есть стан, казалось бы, но он сам по себе не такой быстрый, его можно раскайтить. Next Level, очень сильно израсходовали они резерв тайм. Сларк бы, на мой взгляд, идеально подходил, но Сларк забанен. Поэтому, какие варианты? Свен мне все-таки, наверное, нравится, потому что он даст доп. броню. Опять же, против вот той физухи, которая пока вырабатывается у Нибали Янг, это было бы очень и очень приятно. Варианты есть еще какие? Варианты есть с, возможно, каким-то ранжевым ДПС, Кири Снайпер, перестрелял бы здесь оппонента просто, на мой взгляд. Может быть, это Темпларкан в МИТ, чтобы просто с огромного количества физухи развалить. У них очень мало резерв тайм остается, но нужно решаться. На последней секунде появляется Шторм Спирит. Вот это да. Наверное, это то, что мы забыли, и то, что, наверное, здесь идеально. Потому что ловить здесь есть теперь кому. Да, казалось бы, Акс Санкинг, контроля много. Но давайте сделаем еще больше контроля от Нибали Янг. Это и Лина. И был один матч, где я говорил, что Шторм Спирит должен эту Лину есть просто без хлеба. Но практика показала, что Лина просто ловила ее на ошибках Шторм Спирита и убивала его. Да, Дроу Рейнджер очень правильный бан от Next Level, потому что, ну, понятно, если здесь Дроу Рейнджер появится, это для рейнджериков будет слишком большой буст для той же Лины. Но Лина, она контрится Шторм Спиритом. У Лины нестабильный стан. У Нибали Янг вообще нет нормального стана, по сути. Да, есть у Винги Миссел Койл, но он короткий. И дальность полет снаряд там не инстастан, например, как стан у этого, господи, как у Драгон Кнайта. А своим ультимейтом Шторм Спирит просто может увернуться от Миссел Койла, от всего. Очень правильно я зову это, господи. Магик Миссел, да. Антимаг банится для Next Level, наверное, это правильный бан. Если сейчас для Нибали Янг заветит какая-нибудь Винрэнджер. В остальных ситуациях, ну, такое. Такое, потому что под физуху как раз антимаг прекрасно кушается. Непонятно, что, да, сейчас здесь захочет Нибали Янг, наверное, это должен быть какой-то керри. Ну, то есть, это Вивер оф Лейн, Лина Мита, Вингас Саппорта, Бадон Саппорта. Дроу Рейнджера нельзя, поэтому, наверное, Виндрейнджера вот из такого. Можно взять Снайпера, можно взять даже что-то милишное, можно взять Урсу. То есть, раз уже нет такой комбы, можно взять абсолютно большое количество персонажей, но потому что Торр Спирит надо как-кантрить. Возможно, даже сами могли бы антимаг взять, но, конечно, антимаг был бы плохо против Исталии, Хакса, Сандкинг. Такие варианты, такие варианты. С рейнджовых керри брать все-таки неприятно будет, потому что огромное количество контроля, что Торр Спирит может ворваться. Стоит взять, может быть, Урса Вориора. Урса Вориора, конечно, легко раскайтить будет. Самим Свена взять, но это интересно. Кому можно было бы забрать Арчит на Торр Спирита? Вин Рейнджер мне нравится, на самом-то деле. Но, кроме Вин Рейнджер, здесь вариантов, по сути, не так-то так и много. Что ж, последние секунды резерв тайма остается у Неболей Янг. Ох-ох-ох, это Медуза, это лейт. Это лейт в исполнении Неболей Янг, вот такой вот серьезный под Вингу, под Вивера, по длину. Вот, казалось бы, с одной стороны очень-очень жадно, Абадон, опять же, очень любит фармить. От Неболей Янг, на самом деле, взят очень жадный пик. И такой, знаете, я бы сказал, я говорю, классический для вторых карт. Когда команда, которая побеждает, она может позволить себе какую-то, знаете, такую интересную вещь. И вот здесь от Неболей Янг опять залетает интересная вещь, хотя от них она залетела и в первой карте. И Фантом Лансер от The Next Level. Что ж, это лейт на лейт, это Фантом Лансер, который будет выжигать ману у Медузы. The Next Level должны брать эту карту. Они должны брать эту карту, потому что если они ее не берут, они влетают с турнира. Я напоминаю, давайте, наверное, мы переключимся на, собственно, наши худики прекрасные. Так, у нас здесь есть... Сейчас, давайте мы, наверное, дождемся самой карты, потому что я не хочу перепутать. У нас за Дайер будет играть Неболей Янг, за Рэддин будет играть Next Level. Поменялись команды сторонами. И у нас чисто лейт. Перфект против Нейм Лейиса будут сражаться опять. Если в прошлый раз это будет Джиггернаут против Мослинга, теперь это будет Медуза, которую Фантом Лансер, я говорю, здесь будет сжигать. Ну, очень и очень неприятно. Опять же, Фантом Лансер и Лину прекрасно контрит. И Вивером прекрасно кормит контрита Баддона, Вингу. Господи, здесь всем нужна мана. И Фантом Лансер диффузами здесь будет их всех, этой маной, лишать. Огромное количество контроля от Next Level. Шторм Спирит прекрасный, магический, просто божественный. И Неболей Янг теперь очень и очень уязвимый пик. Выглядит он крайне уязвимым. Так, чуть не забыл отправить, кстати, нас в пики для анонса в группу. Ну и мы, пожалуй, сейчас должны приступить. Команды разбирают своих персонажей. Что ж, повторю, наверное, свое мнение. Next Level здесь перепикали своих оппонентов. Вот этот Фантом Лансер ворвался просто на Фантом Ранше в этот пик. И изменил все. Как вот забыли про него, Неболей Янг, непонятно. Думали, не догадаются. Господи, этот ущербный шлем на Аксе. У меня он тоже есть. Я иногда его одеваю, чтобы поприкалываться. Что ж, Radiant, the next level. Поэтому мы, наверное, сейчас ставим вот такой пик. И у них одно очко. Нет, вот так вот. Неболей Янг. Неболей Янг имеет одно очко. И the next level имеет... Господи. The next level имеет ноль очко. Вот так вот. Теперь все верно. Теперь все верно. И мы начинаем игру. Опять классические смоки. Какие-то попытки расставить вардинг. Но пока вардингов мы особо не видим. От шадуа только один центряк. А, нет, воткнул он уже центряк в своей легкой линии. Видимо, ожидал какой-то серьезной оффлейн линии от оппонента. Но понятно, здесь Тайгер с Нераха могут стоять вдвоем. Все-таки это оффлейн вивер, не оффлейн абадон. Тайгер. Три мангуса. Ого-го. Три мангуса. Это серьезно. Это заявочка. Сандрайз будет в оффлейне стоять с Аксом. Мы видим, покупает уже себе сразу Айрон Талон. Видимо, думает, что в оффлейне будет стоять Руда. Ну, понятно. Казалось бы, медуза вроде не так больно тычкует на начале. Все-таки 58 урона есть. Вейзы потом появятся. Венгад тоже достаточно статовая. Может растычковать. А в меду будет стоять Микс против Мирора Свена. И как бы здесь это было не парадоксально. Но Лена должна мстить. Потому что, ну, да, что он спирит лучше. Он объективно лучше. До шестого еще там есть какие-то, да, сомнения. Но вот после шестого Шторм Спирит должен просто, наверное, соляново съедать Лену. Но, как говорится, я уже видел на примере одних из команд, что... Ну, может, там Лена просто играла слишком хорошо, Шторм Спирит слишком плохо. Но вообще, в теории, конечно, Торм Спирит должен быть лучше Лены. Что ж, ну, на легкой линии здесь будет фармить Перфект. Будет им помогать Шаду. У The Next Level Мирора Свен будет стоять Миду. Сэмпай им будет четвертой позиции пока помогать на Санкинге. Мы видим, трое саппортов оказываются пока здесь. Акс будет в уфлейне, а Санрайс стоит с Аронталоном против своих оппонентов. Победители первой карты. Неймлесс. Не болей, Янг. Кейри команды. Слард. Саппорт четвертой, пятой позиции. Бэбиситтер. Винга Микс на Миду будет на Лене стоять. Тайгер будет в уфлейне. Абадон вместе с Нерохом на Вивере. Такие дела. Такие дела. И, наверное, давайте сразу включим Крипстат и посмотрим, кто здесь кого перекресит. Что, что Акс, мы видим, почти сразу отправляется в лес, потому что, ну, что-то не очень клево ему было, да. И мы, видимо, протыкали очень больно. Пока Винга даже ничего не качала, ни Стан, ни Минус Армор, просто с руки набила. Ну, вот видим, Микс, понятно, он даже не пытается здесь Винстана попасть, просто из-за этого что-то добить крипов. Перфекту здесь должно быть трудно. Да, казалось бы, у него есть двое саппортов помощь, но это Нерох. На него, кстати, детекшн до сих пор нету. Детекшн нет абсолютно на этого Вивера. И, ну, Нерох должен себя чувствовать здесь как-то безнаказанно. А вот Абадон еще и может натыкать очень больно. Сам по себе он плотный. Диффузов, понятное дело, пока нету у Перфекта и нескоро они появятся. Поэтому по фарму он, мне кажется, здесь должен просаживать. В свою очередь, пока Неймлесс будет иметь фрифарм, потому что, ну, Акса здесь на линию как-то выпускать не видится, возможно. Мирор Свен, Мирор Свен, третий уровень, Микс второй. Как-то вот по XP лучше он получил. Да и по крипам мы видим, что он сверит, пока чувствует себя комфортнее. Ну, понятно, понятно. Ой-ой-ой, Винга отключается от игры. Наверное, нам нужно ставить паузу. Какие-то такие неполадки. Неполадки. Слард пока отключается. Так, я тоже альтабнусь, проверю, все ли работает. Да, счет выставлен правильно, Небалиенко, одно очко, ТНЛ, ноль очков. Все верно, рамочка убрана, убрана. И мы продолжаем. Продолжаем. Давайте, наверное, обсудим вообще, как вам видится игра, вы, наверное, можете отписать в чате. Но, как мне видится игра, я могу рассказать вам. Игра мне видится так. Так, здесь у нас будет, само собой, фарм для обоих команд. Потому что, ну, на ранней стадии выходить, конечно, может каждая команда, особенно в этой, в мете, получив преимущество. Но, особенно Яра, наверное, должны сделать это здесь Небали Янг. Потому что, ну, они понимают, мне кажется, что когда этот фантом-лансер получит айтемы, и он получит диффуза, Медузе вообще не сдобровать. Потому что, я понимаю, может какой-то керри раскатить, да, не подпустить к своему мейн-керри, чтобы он тут у него ману выжрал, соответственно, лишил щитка и вот этого драгоценного для Медузы. Но у фантом-лансера есть один прекрасный скинм, фантом-раш. С помощью которого он добегает до своего оппонента, наверное, на дичайших спидах. Здесь инвиз провязал с анткинг, это может быть агрессия, например, Свена. Мне кажется, у него очень мало хп, 200 хп. Ой, 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 сейчас он, наверное, ну да, получит он второй уровень, и да, получает он второй уровень. Мерсвен только если подойдет, он умрет. Ой, простите, это микс, 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 да, ошибочка от меня, простите, микс сейчас, кажется. Урона хватит ли по нему? Да, 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 должно хватить. Последняя, наверное, тычка. И здесь, ой, 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 фэрифайер, фэрифайер длины спасает ей жизнь. Вот такие дела. Слард еще и пришел, отогнал оппонентов, наверное, без него бы, если отошли. Такие дела, такие дела. Фотом-лансер немножко просаживается по крипам, но здесь Нерох с Абадоном всячески пытается помешать ему. Они понимают, да, наверное, это бы не была бы добла от Нибали Янг, но они понимают, что если здесь этого перфекта не загнобить, он просто уничтожит вас и всю вашу команду. Ну, Дазл, в свою очередь, с Санкингом пытается всячески не дать загнобить своего керри. Что ж, будут ли здесь от кого-то Медасы вообще, вот как, например, в прошлой карте? Будут ли Медасы-то здесь от Фонтум-лансера? Мне кажется, нет, наверное. От Аксы тоже. Максы не любят собирать Медасы и Медузы. Ну, тоже Медасы нет. Безмедасовая карта радует. Это меня, наверное, только Санкинг может попробовать собрать себе Медас, но пока мы видим, такого от него нет. Санкинг заказа. Швинга, Винга, Смаки. Винга, Смаки выходит. Ой-ой-ой, Миррор Свен. Идет по нему Минус Армор, идет по нему Санда. Попадает ли на Санда? И это Феррс Блад! Да, не спасает здесь, скорее всего, и Ферри Файр. Микс забирает Феррс Блад на своем оппоненте вот так вот. Вот такая вот игра. Микс получает преимущество. Теперь уже в Меду точно. Теперь уже точно. Возвратит он сейчас свой Крипстат, потому что по Крипстату он чуть-чуть просел. Ну и нужно, конечно же, это делать, потому что, в принципе, Штора Спирита более сильный по задумке персонаж против вот таких вот тоненьких Лин, против таких вот тоненьких Виверов, против таких вот тоненьких Винджи Фул Спиритов. Спирит, Спиритов, Спиритс, не знаю. Такие дела, такие дела. Пока очень медленно разбирается, начинается карта вообще преимущество пока, ну минимально, у Небали Янг там за этот Феррс Блад получил буквально микс, да, какие-то свои деньги. И, наверное, обе команды понимают, что агрессировать здесь будет трудно. Агрессировать здесь будет трудно по тем причинам, что пушь, то почти нечем. У The Next Level пушить, ну, мало, мало. То есть, только если какой-то Фантом Лансер, ой, под двойным уроном, микс очень больно нарезает, еще и здесь не может, ой-ой-ой-ой-ой, Шторм Спирит, второй раз может умереть, не спасает. Вот здесь Даззл, Креста, Креста не было, у него Макшен и Шадоу Вейв, и еще и Шадоу здесь может потерпеть, на самом деле, фиаско, если будет агрессировать. Фёрт Перфект здесь, тем временем, продолжают давить, он уже флаской отпивается. Медуза, тем временем, выходит просто в пуштавера, Акс все еще к ней не выходит, он имеет 21 криптат в своем лесу. Он получил вот какие-то деньги. Что ж, 2-0, 2 фрага для микса, это отличное начало длины, она здесь, наверное, дальше может как-то реализовывать себя с позиции Гангера. Опять же, не давать просто Перфекту жить, понятно, если ты Фантом Лансер, если ты не имеешь статов, не очень приятно получать Логуну Блейд в лицо. С Нюков Лена может очень плохо, пока, если у Фантом Лансера не имеется айтемов, сбривать его иллюзии. Здесь Абуз идет, Ботла, прекрасно, фишка работает. В блинк мы будем выходить Акс. Наверное, Акс Санкинг это тот контроль, который должен помочь как-то перетерпеться. Сэмпай опять, мы видим, в руне невидимости выходит и как бы на самом деле теперь линейно не поплатиться. Бороу Страйк, а ультимейта у Меррор Свена пока нет. Вот, идет агрессия, ну, подкоп, подкоп, ой, и венга еще и выходит, венга еще и выходит, лагуна, Блейд заряжается в штораспирит, он третий раз умирает в меду. Третий раз падение, Микс не умер, потому что не хватило урона банально и то очень неприятно. Да, теперь фраг не для Лены, но у нее, по крайней мере, ассист и фраг для венги. Очень и очень неприятно за некст левел. А, не болей, Янг теперь уж, простите, да. За некст левел беру сейчас свое. Берут сейчас свое, по крайней мере, в меду. Вот эта медуза очень агрессивно просто зашла за тавер, на самом деле попытаться бы ее как-то здесь задавить, но у нее нет тпшки. Почему бы, да, вот здесь идет штораспирит, и ману у нее не так много, йо-йо-йо, ультимейт, она юзает, ну, никого на самом-то деле, нет, только акса, на самом деле, превращается в камень, просто уходит. Как агрессивно играет Немлос. Чувствует здесь свою безнаказанность, понятно, на фейзак думал еще и убежит. Так, собственно, и произошло. Зато вот Миросвен за Денайл Тавер, что, конечно, великолепно. Нужно теперь the next level, ну, понять только одну вещь, им нужно фармить, им нужно фармить, конкретно нужно фармить перфекту всеми силами, все ресурсы бросать на то, чтобы создавать спейсуху для своего майнкерри. Абсолютно все создавать для перфекта, играть только на него, наверное, до Шторм Спириту как-то стоит особо не жадничать. В свою очередь, не болей, Янг, нужно давить. Давить со всей дури, потому что если они не задавят, ну, этот Шторм Спириту их просто зарежет. Зарежет всех до единого. Я здесь вижу эту ситуацию так. Что ж, на Эмлес по-прежнему продолжает агрессировать на своей вот легкой линии, заходят теперь уже на место бывшего Т1 Тавера, идет дальше пуш Т2 Тавер. У него, мы видим, есть стабильный план. Беру керри, собираю майнку, дальше побеждаю. Лина, мы видим, пока дальше будет выходить, пока в соло ринге, а Блудстоун это классический для Лины, что мы сейчас часто стали видеть. Лина просто собирает первым айтом Блудстоун, там, не Линзу, не Юла, не что-либо другое. Нет, Блудстоун просто. Здесь Абадон будет выходить в медальки, дальше Солар Квесты, не Рох. ПТ-шка пока дальше, наверное, тоже стандартный драгональдс, второй раз он играет на этом персонаже. Что ж, ну и Микс. Микс, пойдет ли агрессировать? То есть мы понимаем сейчас, давайте по общей ценности посмотрим. Преимущество, конечно, у игроков The Next Level огромное. У них уже около трех тысяч, ввиду вот такой вот агрессивной игры от них. Ой-ой-ой, Санрайз, Санрайз может на самом деле умереть. Сейчас еще и последняя медузка полетит. Да-да-да, она летит. Нет, захиливает, захиливает Дазл. Дазл спасает, наверное, сейчас своего тиммейта. Конечно, есть мнение, что урона бы не хватило, но может получиться по-разному. Так, здесь на самом деле еще и Перфект. На Перфект Абадон агрессирует. Хотя непонятно, кто есть на кого агрессирует, потому что Абадон-то ультимейта нет. Ну, Перфект отошел, понятно. Я там побоялся, мне Рок сейчас еще подойдет. Кстати, в этот раз он пока в S-Farm не максит. В прошлый раз было 2-2 раскачка. Что ж, пока вот так вот все стабильно. Ниболей Янг просто фармят. У них три тысячи на оффлайнере, три семьсот на мидере и четыре семьсот на керри. Пока у ТНЛ нетворцы, конечно же, ниже, но попытки затерпеть от них будут сейчас предприниматься, наверное, ожесточенные. Как-то нафармить, нафармить, нафармить. Ниболей Янг нужно просто давить. Слабо я, конечно, верю в их победу в этом матче, потому что, ну, все-таки Фантом Лансер в нем выглядит, видится здесь очень и очень хорошо. Мы видим, он абсолютно не собирается собирать какие-то промежуточные айтемы. Это ПТшка и Диффуза. Наверное, это очень и очень правильно, потому что, ну, да, можно собрать Владимир, можно собрать Вангард, можно как-то Аквилл, ну, Аквиллка есть уже. Но собрав Диффуза, ты получишь то, что нужно от тебя здесь. Это Моноберн, это Моноберн по Медузе, это Моноберн по Лине, это Моноберн по Виверу. Отличная прибавка к урону, то есть, ну, все, что от тебя здесь требуется. Не такой пока богатый Даззл, 470 Нетворса мы видим, меньше, чем то, что у него было вначале, очень плохо у Даззла. Несмотря на то, что ни разу не умирал, просто не фармит, постоянно покупают ворды. Санкинг, ой, простите. Прошу прощения, Санкинг пока в Блинк даже не мечтает. Акс вот со своим офигенным шлемчиком, мне так нравится этот шлем на Акса. Я считаю, вот этот шлем на Аксе самым ущербным предметом во всей Доте, наверное. А художнику, который рисовал этот шлем, стоит самому его носить, потому что, ну... Лично я считаю этот шлем ущербным от слова совсем. У меня он сам есть, я просто, когда мне он выпал в Доте, я так долго ржал, потому что, ну, очень-очень странно этом. Как по мне. Выглядит он абсолютно... Наверное, кастрюлю надели на голову, приделали эти рога и, короче, взяли просто все, кувалды долбанули, сплющили. Как будто лоботомию Аксу сделали, как будто у нее совсем головы нет. Ну, ладно. Что ж, пауза стоит по непонятным причинам. Что-то, видимо, ссори пишет сенпай. Ну, мы понимаем, ситуация может быть абсолютно разная. То есть, может, случилось, может, там... Многое что. Мы не будем сейчас рассуждать на эту тему, потому что это личное дело игроков. Пока все более-менее стандартно. Арканы, Солдокрест на Абадоне, Нирог, все еще ПТ. Микс негодует, говорит, ну, ребят, ну так делать нельзя. Я, говорит, хочу убивать, потому что у меня есть преимущество. Ну, а, тут даже лаги. Тут не какие-то бытовые причины, тут лаги скорее. Что ж, неймлос дальше будет, мы, видимо, выходить в манту. Мне вот интересно, на самом деле, почему медузы... Даже на этой медузе он выбирает такой конкретный айтем билд. Потому что, ну, по сути, что здесь тебе линдкот отбивать? А, ультимейты... Да никого. У Акса горелка, у Шторм Спирита вортекс. У Фантом Лансера, ну, блин, просто его первый скил, у Бороу Страйка, у Санкинга, не так это много. Яд у Дазла. Мне кажется, линка здесь не так оправдан. Он собирает ее просто потому, что как бы надо, потому что этот айтем считается нужным. Собирает на медузу и на морфа, потому что он дает якобы нужные статы, якобы нужный реген. Ну, мне вот, например, очень нравится на медузу в первом айтем собирать Майл Шторм. Потому что это огромный буст по фарму и по урону. Майл Шторм, Манта, Скади, как-то так. Почему вот эта линка собирается? Ну, якобы Ман Реген. Ну, блин, я считаю, для Ман Регена хватает Ринг оф Аквил и вот плюс одного тиммита с Арканами. Опять же, у нас здесь есть микс с ботлом. Ну, как-то так. Двояко, двояко. Дазл отключается вообще. Я более чем уверен, что будет третья карта. Более чем уверен, потому что, ну, мне кажется, Фантом Лансер просто сильнее. Просто сильнее. А здесь абсолютно не получится у Нибали Янг задавить. Как, по-моему, да, сейчас лина наберет преимущество. Да, она будет давить, да, она будет убивать. Да, возможно, у нее получится сделать пару ключевых фрагов. Но есть Шторм Спирит, который сейчас, конечно, находится в ужасной просто позиции. У него самый маленький нетворс среди коров. Но у него удастся, мне кажется, что-то предпринять. Вылететь как-то. Вылететь. Забрать лину вот эту вот тоненькую, на самом-то деле, с бутсоном она не будет сильно плотнее. Дальше. Откорбить Фантом Лансер. Но Фантом Лансер здесь просто всех зарежет. Просто всех. Что ж, по-прежнему пауза. На самом деле не хочется, чтобы получались какие-то экстессы, потому что, ну, пик-то за Next Level прекрасный. Неприятно сейчас будет получить какой-то техлуз из-за вот там полчасового ожидания. Конечно, если только команда не подойдет с пониманием, мы с собой-собой относимся к этой ситуации с пониманием и таким снисхождением. У всех у нас были лаги. У всех у нас когда-то вылетало, что-то ломалось. Особенно это неприятно. Ну да, он, видимо, переподключается. Надеюсь, что проблема устранена. И мы продолжим смотреть до, туда, шаду, говорит, гоу. Что ж, мы продолжаем. Это десятая минута. Мы, наверное, сейчас на секунду... Так, нет, на секунду мы прерываться не будем. Да, вот, секунда отжимается. Ну и Микс допушивает Т1 Тавер на Меду. Ой-ой-ой, Глиф. Не получится сейчас самому добить. Не получится. Получилось! Действие голодом получает за то, что он такой молодец. Еще и ДД здесь себе забирает. Наверное, вот с этим ДД можно идти просто и сейчас кому-нибудь взрывать что-нибудь. Представительница к Медузе под ДД, подпушит Т2 Тавер. А здесь еще и на самом деле Абадон за Перфектом заходит с Вивером. И Перфект здесь умрет. Ну, вот такие вот дела. То есть Перфекту просто ужасно. Ой, дынается, дынается Абадоша. Прекрасная игра от него. Микс решает просто пойти и сейчас ДДшкой нарубить Сенткинга или Мирор Свена. Сенпай. Сенпай, Дазл. Кому не попадает Станом? Будет ли Лагуна? Нет, Лагуна, наверное... Сейчас пойдет ли Лагуна по Сенпаю? Да, Стан его ловит. Ну и понятно, здесь даже Лагуна, наверное, была лишняя. Ну, захотел. Захотел парень и... Собственно, кто мы такие, чтобы его винить? Перфект. Вот на Перфекта можно было сейчас Лагуна, на самом деле, потратить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Много урона. Акс, на самом деле, там еще от Медузы каким-то образом упал. Сейчас еще Миссл Коилл подойдет. Миссл Коилл, бедный Перфект! Нет, Дабл Килл для Микса. Что ж, его Дабл Дэмэдж реализовался более чем хорошо. На самом деле, не боли Янг, могут и проиграть. Сейчас только что я говорил, что их пик слишком хорош, но вот с такой игрой, конечно... Ну, какая атака на Неймлесс? Неймлесс сейчас очень крепкий, очень крепкий. И, понятно, еще и под ультимейтом он имеет право здесь уйти. И Мирр Свен, конечно, пытается догнать его. Да, он просаживает его. Да, он Неймлесс почти кончается ману. Неужели он все-таки его добьет? Вортекс не качаный. Санкинг подходит, Бороустрайк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Неймлесс! Сэвиш, АТП, Твинги, свап! Микс приходит, сейчас настан, ловит Санкинга. Ну и здесь понятно. Да, добили бы, но если бы не команда. А, как говорится, Дот, это командная игра. И если ты в беде, зови своих друзей, они тебе помогут. Как поется в одной прекрасной песенге. 0-8 счет, 12-ая минута. Казалось бы, какой прекрасный пик был здесь у ТНЛ. А, все может окончиться более чем прискорбно. Более чем прискорбно для них, потому что, ну... Мирр Свен с Перфектом могут просто не вытащить. Мы видим, у Фантом Лансера только сейчас может появиться Блэйду... Блэйду Фалакрити. Ой-ой-ой, Микс! Микс сейчас может отдать важный стрик! 452 голды он отдает своему оппоненту по линии. И вкупе отдает 600 голды. Это сейчас, на самом деле, очень важный фраг. Это очень важный фраг. Такой стрик отдать, 4 фрага. Вот так вот. Вот так вот. Казалось бы, Мирр Свен, даже имея огромный упадок по Нетворсам, он может за счет того, что его персонаж просто лучше переворачивать. И, на самом деле, только у меня на секунду как-то пропала надежда. У Санрайза появляется Блинк. Шторм Сперид делает ключевой минус. И ТНЛ еще поборется. The Next Level еще поборется. Они покажут еще своему оппоненту, где раки зимуют. Этот Нейм Лэйс сейчас заплачет горькими слезами, когда в него вгрызется Фантом Лансерс. Фантом Раша. Под диффузами. Шорчит. Шторм Сперид, наверное, самый правильный атом, который он сейчас мог себе выбрать. Тоже не Блодстоун, а вот арчит именно на вот эту вот микса ловить, микса наказывать. Интересно. Тут на самом деле получилось. Под жуками фармятся. Эншенты. Хорошая игра от Нибали Янг. Нетворсы, конечно же, у них просто в огромные, особенно огромные Нетворсы, вот эту вот бешеную Медузу, которая имеет 1-0-1. С Пушей Лана Тауэр. Продолжает она Пушей Тауэр. Ее абсолютно никто не может гонгануть, потому что у нее постоянно есть помощь. У нее постоянно есть поддержка. Ну вот под Аксом, под Колом врывается Акс. Юзает, наверное, здесь ультимейт. Ну вот попытаются, попытаются на самом деле ее здесь добить. Ну вот здесь поддержка, здесь Абадон, здесь Дазл. Они все хили. Да, под минус армором, конечно, Вингау. Точнее, Винга и Абадон. Акс опять врывается, он теперь подкрепает. Может быть очень больно, очень и очень больно неймлосу, может быть, но не хватает урона. И просто отходит, просто отходит. Санрайз, ой-ой-ой-ой, Вивер еще и под жуками приходит. Так, Лагуна, Лагуна, нет, Санрайз под крестом. Сенпай пытается уйти. Перфект, 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 перфект выживет. Перфект, наверное, выживет, а вот Дазл здесь упал. Что с, такие дела? Здесь еще, на самом деле, Сенпай на ЛОХП как-то вот пытается отмонсить. Мирр Свен. Мирр Свен у него нет арчиды, пока все еще ничего нет. Микс сам попытается в соло добить, но у него есть райн-дропы прекрасные. Настан не ловит Микс Мирр Свена, ну и из погони за Сенпаем. Ну вот Сенпай, забрав руну невидимости, уходит. Ой-ой-ой, Акс где-то умер тут. Да, непонятно. На самом деле здесь еще и могут Штормс Переца забрать. Штормс Переца заканчивается мана. Микса он, скорее всего, не добирает. Ой-ой-ой, Манга, Манга, Манга! Последняя точка по миссу, вот эта игра! Забирает он 521 голды и сам, ну, отдает Леони Роха 260. Вот такая вот игра. Вот такая вот игра. И, ну, наверное, все-таки выгодно. Выгодно она для... Хотя бы чуть-чуть для... ТНЛ. The Next Level должны получить из нее что-то. Потому что сами-то они умирают. Он забирает вражеские топовые натворцы. Мы видим, у Штормс Переца появляются какие-то бабки. Он уже получает для себя Обливиан Став. В свою очередь, Нибали Янг вроде все делает правильно. Они пушат, пушат, давят, давят. Это, наверное, правильный для них выгод. Потому что Перфекту нельзя давать его айтемы. Хотя бы его первый ключевой айтем Диффуза уже многое изменит на карте. Уже многое смогут изменить. Я бы так сказал. Санрайз Блэйд Мэл. Наверное, правильный, ну, объективно правильный для него выход. Хотя, стоит было здесь рассмотреть и пайпы. Ой-ой-ой, тут у нас пишет мне мой дорогой друг. Ну и тут да, запад. Ладно, давайте не будем отвлекаться от игры. В принципе, у нас здесь... Ой-ой-ой, Тайгер сейчас может с него уйти. И это фраг на Абадоне. Что ж, четвертая позиция упала. Опять же, для Миррор Свена. Миррор Свен получает уже третий фраг для себя. Он поднимается. А поднимающийся Шторм Спирец здесь, конечно, будет максимально неприятен. Потому что, ну, он сможет показать то, что показать надо. Так, Линка все-таки появляется на Медузе. Мы видим, что она максимум. Она отконтролила. Это вот первый скилл Фантом Лансера. Так, погоня за нам Неймлессом. Линка-то сбита. Линка-то сбита. И здесь погоня. А ультимейта уже нет. Неймлесс. Приходит, конечно, команда. Приходит Абадон. Приходит Алинга. Ой-ой, какой далекий врыв атакса. Не боится абсолютно ничего. Но здесь он, мне кажется, может просто не уйти. Да, такие дела. Еще и погоня за Даззлом. Даззл здесь уже точно не идет. Мирорсвен пытается уйти. Очень на большом муспиде летит микс. Еще и Лагон и Блэйд у него, скорее всего, есть. Лагон и Блэйд нет. Только что тратил. Но Мирорсвен просто так уйдет. Да, 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 да. Здесь ошибка от ТНЛ. И поплатиться за эту ошибку придется большим. Большим, 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 большим. Большими неприятностями. Перфект все еще не выформил. Казалось бы, ситуация вот вроде только пошла в вашу сторону, но Ниболей Янг просто не отпускают. Вот это преимущество в 10 тысяч, видимо, очень трудно камбэкнуть. И они просто идут и пушат Т2 тавер. 17 минуты, счет 3.15 в пользу. Ниболей Янг. Счет 1.0 опять же в их пользу. И если ТНЛ, а конкретно Радиант здесь проиграют, если Лансер здесь не выформит, если Шторм Спирид здесь что-то не изменит, за Next Level придется вылить из турнира. А я так, на самом деле, этого не хочу. Команда, конечно, просто великолепная. Ниболей Янг могут их своей вот великолепной игрой просто выкинуть. Этот, напомню, великолепный Морф на первой карте. Вот эта Лина, которая просто показывает, наверное, что-то чудо. Чудо показывает этот микс, показывает чудо Абадон, показывает чудо вся команда Ниболей Янг. Казалось бы, с таким вроде бы плохим пиком вот так вот исполнять. Ну, плохим, потому что плохо он конкретно в этой ситуации, потому что есть Фантом Лансер, контрящий Медузу, есть Шторм Спирид, контрящий Лину, есть огромное количество контроля, есть Подхилл. Ну, мне пик ТНЛ нравится здесь в разы, в разы больше. Но не получается у ТНЛ здесь что-то исправить. Не получается, не получается нафармить бедного Перфекта. Хотя вот у него сейчас через 50 голды появится наконец-то его Диффуза, и под этими, наверное, айтемы можно будет переворачивать последний. Нет, не последний, Медовый Т2 Тауэр пушит команда Ниболей Янг. И у них это удастся, скорее всего, потому что, ну вот, Монту дальше заберет Медуза. Здесь мы видим Блудстоуны есть у Лины, но Диффуза, Диффуза все-таки появляются на Перфекте. Что, что дальше? Монта, Монта дальше, или, может быть, Трвела даже какие-то, чтобы пушить, Микс не уходит, он просто допушит. Почему не ворваться? Почему не ворваться? Давайте, покажите, покажите сейчас мидеру оппонента. Да, это Борофф Страйк, пытается, конечно, засейвить его здесь. Но Кол, Кол, Кол полетел, Кол полетел, и Акс полетел. Ой-ой-ой-ой, не добил. А фраг для Лансера, ну и хорошо, просто прекрасно. Вот так вот она Лина заборзела. Она Лина, конечно, потеряла заряда, но и заборзела. У нее 6 тысячный Творца, мы видим. Надо Медузу убить. Медузу убить, это вообще за нее столько получите, ребят. Я вам отвечаю. Миррсвен без Ванны, ему нужно немедленно куда-то сходить, сейчас и отхилиться, потому что сейчас если он где-то попадет, где-то будет за место, он не сможет ничем помочь, а вот этот вот... Такие дела. Медуза идет там пуш последним от этого тавера на боте, и у нее это, скорее всего, получится, потому что абсолютно никто сейчас не может помочь. Вся команда ТНЛ пока как-то находится в пространстве, она отходит, она не верит в то, что она может здесь вытащить. Но, ребят, я верю в вас, да, преимущество продолжает, продолжает падать, продолжают графики для вас портиться. Но, ребята, ну хотя бы на хэнграунде у вас должно получиться. Я верю в The Next Level, и я верю в их пик. Я верю в бабки для Перфекта. Перфект, покажи отличную игру. Медуза просто фармит вражескелет. Она настолько агрессивна, она просто на протяжении всей игры, если вы вспомните, вот здесь вот заходила Затавер, заходила после того, как спушила сюда, и ее ни разу не могли наказать. Неймлесс играет так, будто он уверен, что у него Аегис. Но Аегиса у него нет, у него есть просто великолепный ультимейт, и, конечно, преимущество по фарму, по сути он перефармивает Лансера в два раза. А Лансер это топовый на творческом команде ТНЛ. В два раза. То есть такие показатели, это, конечно, страшно. У него скоро Монта уже появится. Как такую Медузу останавливать? Непонятно. Точнее, понятно, Дифуза-то хорошо ее остановит, но нужно бить ее, нужно бить ее. Неймлесс, поймайте неймлесса. У вас все для этого есть. У вас есть для этого Шторм Спирит, у вас есть для этого Дифуза на Фантом Лансер. Фантом Лансер пока отпушивает линию, он дальше, наверное, попытается выйти все-таки какие-то айтемы, понимаешь, что с одними диффузами драться будет очень-очень-очень-очень-очень трудно. А Блэдмэл наконец-то появляется на Аксе, Баруф Страйк уходит из Сенпая, от вот этой Бешеной Медуза, которая говорит, это мой город, это мои линии, это моя база. Сейчас я буду вас пушить. Перфект, полторы тысячи сверху. Ну что это? Яша, я надеюсь, хотя бы. Это Яша, может быть, это Вангард. Какие варианты? Ой-ой-ой-ой, Лена-Лена-Лена! Что это сейчас произошло? Это Микс не отдаётся врагу, он на МЛС убирает Шторс Перед, а Шторс Перед просто в соло ворвался на Лену без Арчида. Почему? Почему вот это происходит от игрока команды ТНЛ? Чему Мирсвен такое себе позволяет? Я не понимаю, это ошибка. Он и так отстаёт на это, что зачем такое делать, совсем непонятно. Что-то Блэйд дальше от Акса. Блинк есть у Сэнпая, а Блинк через 200 голды это хорошо, конечно. У Вивера здесь мы видим дальше пока Драгон Лэнс, после также Ленки. Ну, господи, сколько Ленок. Такое количество Ленок, Ленок, Ленкин Свер, короче, против оппонентов, у которых по сути нет ничего точечного страшного. Горелки там, у Вортекса это не страшно. Опять же, у Спирит Лэнса, у Фантом Лансера тоже не страшно. То есть, ну, непонятно. Непонятно. Просто собирают то, что хотят. Мирсвен. Стоило бы ему нафармить, на самом деле, на Арчида, тогда уж хотя бы врываться на Ленку. Это Рошан для The Next Level, ой, простите, для Нибали Янг. Скорее всего, заберут они его здесь, ну и Немос получит здесь свой заветный Эгис, и просто сейчас пойдёт на хайграунд. Пойдёт на хайграунд с огромным оверфармом, с Ленкой, с мантой, с оверфармом почти уже, ну, здесь Фантом Лансер неплох, на самом деле, фармил. Там, видимо, у него поинт бустер, что это Скади фаст айтемом? Скади? Интересно. Неужели это Скади на Фантом Лансере без манты? Что ж, видимо, хочет очень много статов и побыстрее. И это заход на хайграунда от Нибали Янг. На МЛС просто может заходить и просто бить этот хайграунд. У него 200 урона, но он может себе это позволить. Ой, какой неприятный свап, какой неприятный свап по Шэдоу, он кидает на себя моментально крест, но это его здесь не спасёт. Шадоу умрёт без Байбека. Его не будет, 20-30 секунд его не будет. Это очень неприятно и это очень хорошо для Нибали Янг. Что ж, ну-ну-ну-ну, перфект, ну-ну, боится, ах, срывается, да, врывается сэнпай, подкопка по всем, моментально срезают они Лену, но очень много урона от Неймлеса пробивают, отпиваются они Шрайнами, ультимейт у Неймлеса заканчивается, маны у него также нет, тавр почти не пропушен, надо бить этого Неймлеса, сбивать с него, а Егис есть Абадон, есть Вивер, ну-ну-ну, погоня, погоня, Бороу Страйк, да вы, не, что за Бороу Страйк от Сэнпая? Непонятно, Бороу Страйк от Сэнпая, ну, они боятся, они очень сильно боятся напасть на этого Неймлеса, они боятся, что он что-то сделает страшное, ничего он страшного не сделает. Ещё раз врыв, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Какой же неприятный свап от Винги, здесь не пытается Бороу Страйк с Энпая под ультимейтом влететь, но Неймлес на лоу ХП бьёт, давай, Мирор Свен, покажи что-нибудь, покажи что-нибудь, да лоу ХП добей, под минус армором, Акс остаётся один, Акс остаётся один, нет, а здесь на самом деле ещё Мирор Свен не умирает, на самом деле, Айгис выбивается, но Неймлес появляется, фулович, Он еще манту не прожимал, манта прожимается Нет, байбек у Господи, у Фантом Лансера Это на самом деле от него агоним Забрали они здесь всех саппортов Но Микс после Блэдстоуна очень быстро Вышел и выходит он Выходит он, ману всю сжигает у Миррор Свена Миррор Свену нужно отпиваться где-то на шрайне Не знаю, на базу, наверное, надо идти Зачем он здесь остается? Потому что он может попасть под стан халявный Все, выходит Фантом Лансер И милишный брак, наверное, даже не удалось спушить Акс опять врывается Из-под крипов очень больно, Лена здесь, скорее всего, умирает Да, вот так вот, Лена очень Очень, очень, очень Конечно же, уязвимая, бабочка для Медузы Дальше, я не понял Это, это, это агоним на Так, 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 так Так, 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 так Что это? Что происходит? Так, драки, драки Нет, нет, все, погони на Неймлс нет Подождите, я, я, я немного не понимаю Сейчас кое-что Я, я, может, что-то в доте пропустил Я, может, что-то в доте пропустил Наверное, что-то пропустил в доте И меня подозревает А, отсков со скипетром Идет со спирит лансом Простите Простите, прошу простить Здесь, типа, как работает, как с этим, да? Ну, да, 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 да Здесь еще и время жизни Урона от иллюзии повышается Понятное дело Отсков со скипетром Что ж, ну, типа, спирит ланс по всем Ну, интересный вариант, на самом деле От фантом лансера, они много не ясны Я, на самом деле, никогда не ввел до этого агоним на Ой-ой-ой, что он спирит, может попасть под стану Ой-ой-ой-ой-ой, что он спирит, сейчас умерет Просто Нет-нет-нет-нет-нет, улетит, улетит ли Тп-тп, да, и улетает, господи, боже, храни королеву Если б сейчас, что он спирит умер, как бы было неприятно Арчит у него, конечно, есть Дальше он, наверное, был слон, будет выходить Ладно, мы вернемся в наш динамичный повесование Ход Фантом лансер будет собрать здесь агоним Он почти уж собрал Вот 300 голды, 200 голды у него остается После этого он будет Первый скилл спирит ланс будет отскакивать от оппонентов То есть это будет что-то типа Лазера у, господи, у Тимкера Или сплитшота у Медузы Очень неоднозначный вывод Шадо здесь тпшится Тпшки спасают абсолютно ТНЛ везде Преимущество мы видим более-менее камбэкл Здесь тысяча она остается Санрайс не удается подцепить февер Ну и что ж, вот так вот пока команда Так, 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 так Мы, 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 мы На самом деле здесь происходит дальше Жесть дичайшая Так, все, агоним появляется И вот такие вот дела Вот такие вот дела 27-ая минута, счет 9-20 Преимущество по голде 10 тысяч По экспе уже 5000 ТНЛ нужно дальше терпеть Дальше отжирать своего фантом лансера А поменьше агрессии от Шторм Спирита В тех ситуациях, где агрессировать не нужно Потому что его могут поймать Все-таки под Орчит И поймать под Юлай, под Стан В свою очередь на Эмлас Пытается, конечно, отформить Понятно свою Медузу Да, у нее сейчас уже Мэйл Шторм Ой-ой-ой-ой-ой-ой Шторм Спирит, что же ты творишь? Что такое? Что же творит этот Шторм Спирит? Ну неужели опять он уйдет? Ах, мое сердце Шторм Спирит, что ты творишь? Миррор Свен Дубль 2 пишет Он просто фанится Он фанится на наших нервах Миррор Свен просто играет Как черт какой-то Как бог Как черт Как дьявол Я думаю, таким временем Он выигрывает время для своего оппонента Но Тем самым он, конечно, очень сильно рискует И Перфекту Перфект, наверное, благодарен своему мидеру Что вот это время есть И делает он Ого! Вот как работает Аганима Только что все видели, как работает Аганима Просто кидает Спирит Лэнс Типа все фармится Если это айтем для фарма То я ничего не понимаю Наверное, это еще в замете должно хорошо работать Но, в принципе, это должно помогать в всех ситуациях Когда, конечно, нужно отпушивать То есть Я понимаю задумку Потому что Самому Перфекту подходить опасно Самому Перфекту подходить страшно И вот закидывая такие Спирит Лэнсы Через каждые 7 секунд Конечно, ману можно выжить у всех абсолютно Еще и нанести много урона Что ж, на хайграунд все-таки заходит Нибали Янг Переходят они на мид сторону И Сякс, на самом деле, убрал крипов Но крипы заходят по другой линии И начинают ломаться бараки Слушай, милишный барарак Сейчас может упасть Ранчевой-то уже упал А где Ланцер? Ланцер почему не возвращается? У него 20 секунд кулдаун телепортейшона Миррор Свен также имеет кулдаун на телепорт Который сейчас пропал у милишных Милишный барак упал на миду Это ужасно! Это ужасно! ТНЛ, быстрее домой! ТНЛ, домой! Не болей, Янг ломают вам хг Они ломают топ-сторону Фотом Ланцер просто идет пушить Но, конечно же, он не нанесет столько урона Он сейчас может потерять еще и милишный барак На топе Как же неприятно-то! Как же неприятно! ТНЛ просто теряют свои бараки Да, они пытаются сейчас что-то придумать Да, они пытаются подраться Но у них все-таки преимущество потея У них преимущество не на их стороне Да, пытаются Перфект зарубить здесь Микса, но Микс просто уходит на Юлах Но Перфект пытается что-то сделать Ну, и да, все-таки убывает он Лену Здесь Неймлес просто продолжает стрелять как Дикий Перфект просто бегает туда-сюда Бей кого-нибудь! Перфекту нужно бить кого-нибудь Байбэк от Дазла Здесь он пытается забить Тайгера Перфекту очень мало хп На самом деле, как бы он сейчас сам не умер Да, есть еще Дазл с крестом Дазл крест, наверное, кинет Господи, он кидает крест на Иллюзию Че? Что это такое? Байбэк от Фантом Лайсера Падает в последний ранжевой барак Неужели это будет 2-0? Неужели 2-0 же все-таки? Как неприятно Какие ошибки? Кулдаун и телепортейшн Перфект сыграл свою роль А Санрайз врывается дальше на Абадона Просто Медуза уже уходит со своим вивером Нет, вивер под арчитом, наверное, не уйдет здесь Но Медуза будет ли драться за своего оппонента? Нет, она решает просто уйти Потому что ультимейта нет, да Вот Вот это нервы просто Я не понимаю, как в такой Доте вообще плавать Как в такой Доте общаться Потому что, ну Кулдаун и телепорт сейчас просто хоронят The next level Ничего не понимаю Не болеян, простите Господи, я прошу прощения Сейчас я, наверное, последние 5 минут комментировал неправильно Я с точки зрения, что Небалиянка В общем В первой тыкатке победили Небалиянка ведь Господи Меня плавит уже просто с этих нервов Кулдауна на телепортейшне И В принципе, да В принципе, это Небалиянка играют Нет, меня точно плавит Потому что Меня точно плавит, потому что Да Все же верно Все же верно Меня поплавило Вот в последних 10 секундах Прошу простить за то, что я говорил В последних 10 секундах Наверное, в секундах 20 Меня поплавило С этих нервов С том, что здесь происходило Я так болел за ТНЛ И они, ну, сейчас Просто теряют Две свои стороны По абсолютно Глупой случайности И Это кажется, что сейчас будет 2-0 Потому что Неймлс абсолютно не отпускает Диффуза не помогает на перфекте Абсолютно Аганим абсолютно не помогает на перфекте И С такой игрой Конечно ТНЛ будет Невозможно Дальше Оставаться На турнире Сейчас просто команда Заберет Решана Которая скоро появится Точнее Небали гейминг Ну, Небали гейминг Небали гейминг Просто заберет Шрайн И заберет Решана И зайдет И просто закончит Потому что Заканчивать Они могут А вот 13 тысяч Нейтворцев От перфекта И 22 тысячи Нейтворца От медузы Ну Это, конечно Многое значит Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу пытается выйти дальше в манту. Прогрейдил он. Диффуза, ну, Рошан забранный. И я бы на самом деле уже со стороны Капитана ТНЛ писал ГГ, потому что что-то мне вообще это уже разонравилось абсолютно. Ребята, ну как так можно было? Как так можно было залить? Ну, ведь были шансы, ведь были шансы, был отличный пик. Вот так оверпикнули своих оппонентов, так проиграли стадию лайнинга, так проиграли стадию мидгейма, вот так вот сейчас не можете ничего в лейтгейме показать за счет того, что у противника Уверфарма вы не умеете дефить, вы просто уходите по линиям с колдаунами на ТП-шке, ну... Либо ваш оппонент играет слишком хорошо. Нибаля Гейминг слишком хороши для своих оппонентов. ТНЛ слишком плохие конкретно в этом матче. Падает последний шрайн. Что ж, ну это заход от Нибаля Гейминг по последней стороне. Просто по последней стороне перфект. Перфект, прошу тебя, покажи что-то просто невероятное. Миросвен, покажи что-то. Просто за что захочется захлопать, захочется зааплодировать и получится камбэкнуть. Еще и на самом деле Морозный Тролль просто Огр Чародей. Медузе дает халявно еще и 8 брони. Дает он ей еще и Ice Armor эффект, как у Лича. Какие же эти Нибалейки, Нибалей, Янг, Дики, а? Линкут вторую на Неймлесса. От Нероха. На всех Морозный Армор. Да, пытается Миросвен что-то придумать, но у него мана моментально заканчивается, потому что мана у него не так многовята, поэтому, понятно, не так много. Акс рывается на одного. Неймлесса тут же моментальный свап, отличная игра от Вингни. Ну и здесь Сандрайз БКБ пытается куда-то зайти, но его тут же отхиливают, точнее, Неймлесса. А что ты, что ты сделаешь? Да, конечно, хороший Минус Армор от Даззла, но он здесь вот пытается что-то придумать. Ой-ой-ой, какой отличный прокаст! Микс упуляет! Микс падает! Абадон! Абадон улюдимает, юзает, Неймлесса падает. Господи, Десанкинг падает, Байбека от Акса. Ну и здесь Фантом Лайнсер. Фантом Лайнсер очень мало попытается он уйти. За ним погоня от Вивера. Ну и здесь Тавер опять продолжает биться, потому что Медуза просто дичайшая у нее. Оверфарм, у нее очень много айтемов. У нее Аегис, Аегис по-прежнему не выбили урона. Да, Абадон все-таки, скорее всего, здесь упадет. Акс забегает. Ой-ой-ой, Медуза падает, теряет Аегис. Отличная игра, Микс уже здесь после смерти. Здесь после смерти Микс. И Микс сейчас может умереть второй раз после смерти. Перфект за ним погоня, но на Том Инвиз за Вингой погоня. Да, Диффуза по нему. Перфект оказывается один на самом деле. Здесь приходит еще Шторн спирит. Винга сейчас также моментально упадет. Где Медуза? Где Медуза? Медуза просто стоит. Ой-ой-ой-ой, Вивер сейчас упадет. Медуза, Медуза может так же упасть. Медуза может так же упасть сейчас. Это камбэк. Неужели это камбэк? Да, удалось отлефить свою сторону, потеряли только Т3 сторону. Линия надо просто бежать после смерти. Вот это пот, вот это игра. Господи, ТНЛ. ТНЛ, я аплодирую вам, я аплодирую вашей игре. Вот это удача, вот это игра, вот это дота. Это финал лузеров, вторая карта. И ТНЛ нужно брать этот раунд с двумя упавшими сторонами. Остались голые бараки на бот стороне. И им нужно брать этот матч, им нужно всеми силами просто. Из последних сил, несмотря ни на что, брать этот матч и вытаскивать его. Во что бы то ни стало, потому что это даст невероятный просто моральный взрыв в команде. И они смогут, наверное, тогда взять и третий матч. Ниболей, Янг, конечно же, сейчас должны собраться. Ниболей, Янг сейчас должны просто кардинально все пересмотреть. Либо дальше им пытаться сломать эти милишные бараки. Либо непонятно что, потому что, казалось бы, на Медузе уже есть шесть слотов. Да, осталось только, наверное, Муншар доформить. Травела вместо Диффузов, там еще МКБ. Но ситуация такова, что Перфект сейчас получает для себя манту. Дальше Перфект, наверное, будет входить в какие-то скади. Опять же, я все-таки считаю очень спорным выход в Аганим. Но это ситуация двоякая. Возможно, вы со мной поспорите. Возможно, вы играли с Фантом Лансером, с Аганимом. Я, признаюсь, не играл, поэтому для меня здесь это непонятно. Что ж, 25 тысяч на творца у Медузы. Преимущество сейчас у Ниболей, Янг, порядка 13 тысяч. 25 тысяч на творца у Медузы, а 18 тысяч на творца у Перфекта. Не Кох. Оффлайн Вивер имеет 18, 17, точнее 16 тысяч. Прошу вас, простения, у меня забивается просто мозг от такого количества информации. 16 тысяч на творца. Но вот Вивер ничего так же не может противопоставить против контрячих его. Да его здесь все контрят, если говорить честно. Потому что контроль от Вивера, контроль от Сенткинга, контроль от Акса. Арчит от Шторм Спириту, ну и Моноберн от Диффузалов. С Фантом Лансера. Виверу здесь очень трудно. Что ж, Смакак. В Смаках выходит Ниболей, Янг. Они сейчас попытаются кого-то цепануть. У них на самом деле может пытаться цепануть Сэмпая, но они хотят, наверное, кого-то пожирнее. Кого-то пожирнее. В Смаках они выходят, скорее всего, на Мирр Свена, на Перфекта. Ну, Перфект сейчас подойдет. Нет, Перфект чувствует. Как будто что-то почувствовал, зашел. Нет, или подойдет. Пойдет сейчас Перфект. Смаки. Ой-ой-ой, моментально сюда прибегает Мирр Свен. Начинает Мирр состреливать. Но здесь на самом деле Мирр Свен сейчас без масла.